Здравствуйте! Вы смотрите канал УТС. В эфире новости экономики и бизнеса. В студии работает Ксения Петренко. Начинаем выпуск с цифры дня. 3 триллиона долларов такую сумму накопили потребители во всем мире за время пандемии. Многие магазины временно не работали и путешествовать было невозможно. По мнению аналитиков, эти сбережения должны помочь мировой экономике быстрее восстановиться после снятия ограничений, поскольку потребители начнут тратить деньги на товары и услуги. В этом выпуске о том, за что предприниматели исключают из единого госреестра, какие суперсервисы доступны на портале госуслуг и почему россияне стали больше тратить на автокредиты, смотрите далее. 12 тысяч недействующих индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Новосибирской области, исключили из единого государственного реестра ИП за полгода. У всех истекли 15 месяцев с даты окончания действия патента или индивидуальный предприниматель в течение последних полутора лет не предоставлял документы отчетности. Также, если имеется задолженность по налогам и сборам, исключенные лица не смогут зарегистрироваться повторно в течение трех лет. Прекращение статуса ИП по решению регистрирующего органа не исключает обязанности уплаты недоимки по налогам и задолженности по штрафам. Портал Госуслуг ждет обновления. Россиянам будут доступны 25 суперсервисов, два из которых – поступление в ВУЗ онлайн и оформление Европротокола онлайн – уже начали свою работу. Также, не выходя из дома, можно будет подать заявление на соцподдержку. Как обещают в Минцифры, данные чиновники смогут получать из единого цифрового профиля граждан. По тому же принципу можно будет решить вопросы переезда в другой регион, получение и начисление пенсии, оформление инвалидности. С помощью сервиса «Рождение ребенка» можно будет в пару кликов заполнить документы на нового члена семьи, а во время беременности прикрепиться к поликлинике или воспользоваться электронной записью в роддом и детский сад. Также оформить все льготы, чтобы получать пособия сразу на карту без походов по инстанциям и траты времени. Президент России Владимир Путин поручил Комбину совместно с Центробанком подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам. Поправки должны ограничить возможные риски для заемщиков. В ситуации широкого распространения ипотечных кредитов с плавающими ставками их повышение могло бы привести к чрезмерному росту долговой нагрузки значительной части заемщиков и их неплатежеспособности, указывает регулятор. Такие кредиты предоставляют собой более сложный для понимания потребителя продукт, чем традиционные кредиты с фиксированными ставками. Россияне стали больше тратить на автокредиты. Средний размер такого займа в январе вырос на 13,5%. В годовом выражении он составил 907 тысяч рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй. Лидерами среди российских регионов по самым большим автокредитам стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Тверская область. А вот самый большой рост среднего чека показали Кемеровская, Оренбургская и Самарская области, а также Татарстан. Торгово-промышленная палата России фиксирует рост запросов бизнеса на возобновление международной кооперации на фоне восстановления деловой активности после кризиса. Зарубежные партнеры высказываются за расширение и углубление партнерства с Россией, сообщил вице-президент торгово-промышленной палаты Владимир Падалко. Мы чувствуем запрос от бизнеса на поиск партнеров за рубежом, а также активную заинтересованность наших зарубежных партнеров в расширении и углублении деловых контактов в России. По его словам, на выходе из пандемии важен вопрос разработки новой внешнеэкономической стратегии России. Предыдущая закончила свое действие в 2020 году. Он добавил, что сегодня большинство экспертов связывают выход на траекторию экономического роста именно с развитием внешней торговли. И в завершении выпуска в Новосибирске ищут миллионеров, которые забыли про выигрыш. В новогоднем розыгрыше популярной лотереи 10 жителей нашей области выиграли по миллиону рублей. Поспешили обналичить свой приз только 4 счастливчика. Остальные о себе не заявили. Обычно о своем праве на деньги победители лотереи заявляют в первые недели после розыгрыша. Хотя есть люди, которые вспоминают о лотерейных билетах лишь через месяц. Тут уже прошло два месяца. Впрочем, у победителей еще есть время. За выигрышем можно обратиться в течение полугода, а по уважительной причине в течение трех лет. После чего невостребованные выигрыши перечисляют в госбюджет. На этом у меня все новости. Желаю вам удачи. Оставайтесь на канале ОТС и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова